Всем привет! Сегодня у меня короткий репортаж про шоппинг, продуктовый шоппинг в одном из самых таких общепризнанных и популярных супермаркетов Великобритании, Азда. Это часть, как бы ветвь Walmart, который в Штатах. Почему я решила сделать этот репортаж? Потому что у нас, вы знаете, как-то сменилось мнение об этом супермаркете, и я ни в коем случае не рекламирую его ничего, я просто делюсь своими, так сказать, наблюдениями и еще тем, как меняются установки и как меняются предпочтения со временем. Потому что очень долгое время мы ходили в Теско и очень долгое время мы ходили также в Waitrose. Мы до сих пор туда как бы заглядываем, потому что там есть определенные продукты, например, там самый вкусный томатный сок, это Waitrose. И у них очень хорошие устрицы тоже, ну и в Теско, а в Азде устриц нет. Так что, когда хотите устрицы, нужно идти куда-то. А в целом по пакету, так сказать, недельному или там какие-то заготовки, заморозки и так далее, уровень цен и выбор настолько улучшился по сравнению с прошлым годом. Когда они открылись несколько лет назад у нас, они мне вообще не нравились, потому что было какое-то все такое дешевое, не по ценам, а вообще по качеству. Вот, и все-таки лучше и лучше с каждым годом, и сейчас мы, в принципе, и забросили все остальное. Кроме того, у нас сейчас Азду построили там, где мы будем жить, она поменьше чуть-чуть, он поменьше этот супермаркет, но, тем не менее, очень хороший выбор. И я вам просто хочу показать тем, кто особенно живет в Англии, кому интересно, или кто собирается переезжать, я хочу показать, что продается и за какие цены. И еще, утром я сегодня забежала, у нас есть магазин, очень странный, он называется Трансильвания, это вообще-то румынский должен быть, да, но там какая-то смесь. Там очень много всего русского, включая шпроты, сельдия в оси, атлантическая, прям в русской упаковке, сейчас покажу. И польские, в основном польские товары, всякая-всячина, и у них чудесная мука. Моя сестра дала мне наводку, вот, буду сегодня делать пельмени. Вот, сейчас я вам хочу все показать, просто чтобы вы по ценам немножко сориентировались, почему у нас этот вопрос, как бы, как вам сказать, актуально очень, потому что с переездом и также с оплатой за дом и все такое, это будет, как бы, на повестке дня номер один постараться сэкономить, где мы можем, не теряя качество. Но Аздой мы пользовались раньше, давно и довольно долго тоже, вот, и поэтому, как бы, ну, в общем-то, была даже передача, что те производители, которые, например, делают Азда ООН или Теска ООН, свои собственные какие-то там, или консервы, или что-то, это те же самые производители совершенно, и они просто меняют этикетку. То есть процессы, все, то же самое. Мы сравнили, мы сделали эксперимент, несколько раз подряд, вот, мы сходили в Теска, несколько раз подряд в Уэйтрус и в Азду. Очень большая разница в цене, Азда лучше всех, в общем-то, и по выбору, выбор, зависимости, конечно, от магазина. У нас этот супермаркет очень большой. Я вам сейчас его покажу, и потом покажу, что я купила, и также в Тенсильвании, что мне удалось найти. Ну, все, пока. Ну, что, я хочу вам показать Азду. Азда – огромный супермаркет у нас в Мелтенкенте, на который мы как-то потихонечку переключились. Ну, все, у Уэйтрус ездили и Акадо, доставку нам, ну, до сих пор она не делает. Но здесь мы обнаружили, настолько они, как говорится, у нас потянули носки, вы знаете, во всех отношениях. И выбор огромный, и цены. Вот, поэтому мы как-то сюда переключились. Очень так неплохо. И еще живой оркестр играет. Сейчас я вам покажу. А потом покажу, что, по чем. Это невероятно. Полгейт – один панель. Они идут к точке, где, конечно, победа была так высокой. Да. Вот это только примерно одна треть этого супермаркета. На самом деле, очень большая. КОНЕЦ 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 Смотрите. Хе-хе-хе-хе. Ай. Я тоже так не хочу. Такая смешная штука. КОНЕЦ 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 О, эльф? Эльф. Ага, сказочный эльф. Хе-хе-хе-хе. Он меня сразу же подкупил. И чем Азда всегда, в принципе, славилась – это хорошими ценами на рыбу. Я очень люблю рыбу всех сортов и в любом виде. И вот этот сегодня 5,50 кг. Огромный вот такой. Довольно-таки такой. Увесистый, тяжелый. Три с половиной килограмма – 19 фунтов. Также еще вот салмон, то есть лосось копченый – 4 фунта. Сколько? Сколько? 200. 200 грамм. И еще мне очень нравятся вот такие штучки. Это как бы тримминг, ну, обрезанные такие кусочки салмон. Ну, вы знаете, рубль 80, фунт 80. И здесь тоже… Сколько штук грамм-то? 120. Это, в общем-то, довольно неплохо. Что я упомянула, помните, устрицы, да? Нет, их в Азде не делают. И еще один недостаток. Вот этот чай, который мы больше всего любим, они делают только маленький, который 80 пакетиков, а большие не делают, к сожалению. Маленькая курочка, она действительно маленькая, всего килограмм. Рубль 80, фунт 80. А, насколько я знаю, в Waitrose такая же примерно 2,30. По-моему, 2,30. То есть разница есть. Небольшая, понемножку потихоньку набирается, знаете. И так вот получается приличная разница. Сейчас я вам покажу всякие штучки для Рождества. Рождества. Вы знаете, я вам весь шоппинг показывать, конечно, не буду, потому что это долго и утомительно. Но вот такие штучки привлекли наше внимание. Это хорошо для любого, в общем-то, стола. Не только праздничного, но как закуски к любому между собойчику. Вот, единственное, что здесь вот это стоит, это креветки замороженные, там какой-то соус. Размораживается за 2 часа. Вот это стоит 4,50. Ну и довольно хорошая такая увесистая упаковочка. А остальное все, вот это, сейчас покажу. Вот это все за фунт. Значит, здесь моцарелла, палочки в этом самом обжаривать. Я так понимаю. Butterfly king prawns. Пронс, кто-то спрашивал. Различия prawns. Почему prawns? Это prawns, а не shrimps. Креветки. Есть разновидность. Shrimps это самая маленькая разновидность креветок. А prawns бывают довольно-таки вот приличных размеров. Даже вот это вот, допустим, то, что здесь. Вот это будет, например, настоящий реальный размер большой тигровой креветки. King prawns. Королевские креветки. В общем, они довольно большие. Вот. Очень хорошее качество это. Мы это уже брали когда-то. И я считаю, что вот за фунт вот такую коробку это просто идеально. Кусочки курицы в breadcrumbs в хлебных крошках обваленные. Вот. Это нужно, я так понимаю, готовить 10-12 минут в духовке. Это тоже 12-14 минут в духовке. Это тоже так же. В общем-то, в принципе, за 15 минут у вас уже будут готовы эти закусоны. Несколько человек, стата или аппетайза, кто в Англии не любит pork pies. Вот этот аздовский собственный. Между прочим, очень вкусный. Мы его разнюхали совсем недавно. Раскусили, можно сказать. И теперь покупаем регулярно. Richard, how much was the pork pie? 2,50. Ну, он такой, хороший, весистый. 275-290 грамм. Следующая пара штук я хотела вам показать из азды. Вот то, что extra special, это очень даже неплохое качество. Очень вкусно, хорошо сделано. И мы всегда стараемся из этого, как бы из этой категории покупать. Вот, например, курица, то есть утка с апельсином. Duck and orange. 5 фунтов на двоих. Прекрасный ужин. Уже в фольге все. Можно вставить в духовку и все готово. И это мы купили. Курица в вине. Медленного приготовления. Тоже 5 фунтов на двоих. Это отличный ужин, я считаю. Так что, если вы шопите в азде, посмотрите, обратите внимание на эти вещи. Я вам покажу польские магазины в Великобритании. Наверняка все русскоязычные знают о них. Потому что действительно очень много и русских продуктов, и польских, которые близко по вкусу и по традициям. То есть тот набор колбас, например, которых здесь нет, которые прекрасно идут с салатом и так далее. И гвоздь программы. Гвоздь программы. Сельдь и Васи. Атлантический. 6,89. Довольно-таки дорого это, я считаю. Но это килограмм, как бы обычная такая упаковка. Но я думаю, она и в России не всегда, не была никогда, по-моему, она дешевой. Вот. Очень хорошо для шубы. Естественно, будет ждать Нового года. Вот. Вот эта каша гречневая. Нужно смотреть. Вот эта прожаренная. Прожона. Вот написано, видите, прожона. Это, значит, жареные. Вот эти вкусные. В пакетиках они. Кидаешь. Очень удобно. Гвоздь программы Ричарда. Его любимый продукт. Всегда. Чуть ли не уфимский, слушайте. Молочный завод. Раньше делал уфимский. Молоко с сахаром. Сгущенка. Сейчас придется, покажу. Кефир. Это польский. Русского я не видела, но это достаточно вкусный. Моя сестра мне сказала, что вот эта мука очень пушистая. Она действительно, вот на ощупь, действительно кажется, что она какая-то более мягкая, более пушистая, чем обыкновенная наша британская. Колбаса. Это для салата оливье. 2,95. Похоже, что обыкновенная. Ну, ребята, я разве удержусь? Я купила халву. Халва выглядит немножко по-другому. Там другая была, такая простая наша. Вот. А я купила эту. Посмотрим. Тут орехи какие-то. Ну, как же без огурцов? Когда дело идет к празднованию. Неплохая баночка. 3,49. Сколько здесь? Здесь килограмма 2, наверное. Очень хорошая. И в салаты, и на все остальное. Это мясо, паштет. Вот такая заправка к борщу. Я думаю, что я попробую. Я никогда ее не пробовала. Интересно, кто-то пробовал или нет. Видимо, здесь всякие пряности. О! Рыба. Рыба, как вы уже поняли. Гвоздь программы всегда. И кусочки всякие. И вот эту салями я попробовала. Очень вкусно. В общем, такой хороший кусочек. 94 пенца. Вот. А вот это пахнет невероятно. Вот это как кекс, как булка. Внутри она с маком. Стоит 6 фунтов. Я не думала, что она столько дорого стоит, конечно. Но, хотелось бы, пусть бы они поменьше делали лучше. За 3 фунта на половину. Вот. Я боюсь, что засохнет. Но, вообще-то, с нашим сеней никогда ничего не засохнет. Ну, вот так. Вот наш шопинг, который сегодня мы сделали немножко по-другому. Конечно, много потратили. Много ушло в морозильник на Новый год, на Рождество и так далее. Вот. Но я, в принципе, очень довольна. У кого какие вопросы, задавайте. А дизлайки, пожалуйста, не ставьте. Потому что мне все равно. И потому что, в общем-то, я просто делюсь информацией. Может быть, кому-то полезно. Ну, все, ребята. До встречи. Тестин Ричард. Ричард, что это? Гошонка. А-ха. For you. Спасибо. 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 Спасибо.